Олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков теперь не только спортсмен, но и организатор соревнований. С секретами спортивного маркетинга он делится с участниками Всероссийского форума «Спорт и Россия». В Сочи он проходит в шестой раз. Основные темы этого года – развитие партнерства в области спорта и повышение рентабельности спортивных мероприятий. «Спорт и Россия» – это не только форум, но и национальная премия. Ее вручают лучшим компаниям, для которых спорт уже давно стал частью корпоративной культуры. Заветную статуэтку второй год подряд получает компания «БиКью» за лучший маркетинговый проект в области спорта. Ведущий российский производитель современных смартфонов сотрудничает с футбольным клубом «Спартак Москва». В рамках нашего сотрудничества с футбольным клубом «Спартак Москва» мы не только представили первый в России смартфон для болельщиков, но и также реализовали очень много интересных проектов для них. Например, соревнования по сдаче нормативов ГТО, угадай счет, розыгрыш поездок на матч Лиги Европы. Премии отметили и букмекерские компании. Среди лауреатов Бин Габум – крупнейший участник букмекерского рынка России. В конце 2018 года мы презентовали новую стратегию развития нашей букмекерской компании. И наши букмекерские клубы прошли ребрендинг и редизайн. Мы продолжаем и постоянно улучшаем уровень сервиса и комфорта. Мы очень рады, что наша работа была замечена и достойно оценена компетентным жюри. Премия «Спорта России» теперь в копилке достижений и букмекерской компании «Леон». Высокую награду компания получает второй год подряд в номинации «Лучший онлайн-букмекер». В лице компании «Бекалеон» хочу поблагодарить данное мероприятие за прекрасную номинацию. Мы второй год подряд стали лучший онлайн-букмекер. Огромное спасибо нашим пользователям, фанатам и всем, кто к этому причастен. Мы будем продолжать в этом же духе и в следующем году удивим вас еще больше. Очередная статуэтка премии «Спорта России» дополнит коллекцию наград компании «Прулинк». Оператора связи отметили и за личный вклад в развитие киберспорта, как одного из перспективных направлений цифрового маркетинга. Это сейчас самое быстрорастущее спортивное направление, как по числу игроков, так и по числу болельщиков. Поддержка киберспорта, кибербезопасность и многое другое в этом телекоммуникационном поле – это приоритетное направление развития оператора связи «Прулинк». Одна из статуэток премии «Спорта России» останется в Сочи. Ее получил гостиничный комплекс «Эмеретинский» – официальный отель Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. В нашем комплексе все создано для спорта. У нас огромная территория, масса спортивных площадок, бассейны, близость Олимпийской набережной. Поэтому нас очень часто выбирают спортсмены очень различных категорий. Спортивные массовые мероприятия – это наш конек, наши возможности. И, конечно, мы считаем, что эта премия заслуженная, и мы достойны ее. В рамках премии «Спорт и Россия» наградили 50 ведущих компаний, а также средства массовой информации, которые вносят свой вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни. Лауреатов отметили в 10 категориях. Выбрали лучшие проекты в различных видах спорта, самые качественные спортивные товары и услуги. Назвали самые заметные социальные, спонсорские и инвестиционные спортивные проекты. Каждый год форум «Спорт и Россия» собирает все больше участников, говорят организаторы. В следующий раз лидеры в области продвижения спорта соберутся уже на седьмой национальной премии «Спорт и Россия». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.